Начали выяснять по Ленинградской области. Не соответствует... Это вопрос про трубу, страшное воровство, где был такой прямой наезд на Газпром. Более того, было сказано, у Газпрома кончился газ. Вопрос про другое. Никакую трубу никто не укладывал, за неё деньги не получал. Это ещё только предстоит сделать в будущем. Идёт планомерный процесс газификации регионов Российской Федерации, о чём неоднократно докладывал Миллер президенту. Не соответствует действительности. Нет, нет, нет. Это разные категории. Не соответствует действительности или клевета. По сути, по сути это можно назвать клеветой. Смотрела вся страна. Когда на всю страну бросается тень на крупнейшую компанию. Когда обвиняются люди. Когда заявляется как о совершившемся факте, о преступлении. Я полностью согласен. А потом выясняется, что ничего нет. Этот же человек публично не извинился. Он же не сказал, ой, простите, так получилось. Да, совершенно так. Совершенно так. И вот подобные ситуации, конечно, заставляют нас задумываться. Президент является сторонником полной открытости. Президент является сторонником именно открытой аккредитации на пресс-конференцию. Открытой и для российских федеральных СМИ, и для региональных СМИ, и для международных. Но как, скажем так, вот эту пресс-конференцию оградить от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать до следующего года. Хорошо, с трубой оказалось сложно.